Значит, смотрите, я сижу такой, я кайфую, отдыхаю, пукаю, пержу. Мы ехали в поездке с Заквиелем в машинке, и просто совершенно случайно у меня высвечивается вот эта штука. Я ее заскинил потом, когда она у меня уже была 3 часа назад, ну, потому что у меня подгорела жопа, и тогда только появился интернет, чтобы я это заскинил. Вот, и тут было написано, к сожалению, нашу команду покидает администратор Дмитрий. Вот, очень жаль, что так произошло, сервер продолжит работать. И при этом был приложен скриншот, я его удалил собственноручно, как только у меня появился опять интернет. Потому что я прочитал, и я вижу, сука, скриншот, и там такое сообщение. Я вам сейчас зачитываю, и я вам объясню, от чего я охуел вообще. И пишет такую тему. Я тут серьезно подумал последнюю неделю, и решил, что более не хочу заниматься разработкой ГП. Так что я ухожу. Что делать с самим сервером? Решать уже вам. Ну, по сути, все, да? Возьми и заткнись. Спасибо за совет. Но он говорит дальше. Либо оставляйте все на текущем уровне, либо ищите нового кодера, либо... Закрывайте с концами уже этот сервер. И вот этот вот скриншот, сука, висит в моей официальной группе моего сервера. Где один из администраторов сервера говорит о том, чтобы мы закрыли этот сервер. Не пошел бы ты нахуй. Ну, значит, во-первых, меня и чуть-чуть хоп взбесил то, что, ну, мозгов ли хватило в официальную группу, которую я рекламировал, выкладывать его скрин, да? В моем понимании, когда один из администраторов сервера говорит, я вам советую, блядь, закрыть этот сервер. Ебать, у тебя забыли спросить, блядь. Мы этот сервак разрабатываем около двух с половиной лет, и у тебя забыли спросить, блядь, закрывать нам или его, или нет, блядь. Значит, я узнал об этом реально из группы. Мне не писал ни Хоуп, ни этот Хика не писал, ни заместитель мэра, ни мэр города. Мне никто не написал об этом. Мне написали, я узнал об этом из группы. То, что, ну, грубо говоря, мой работник, да, ушел с разработки серва. Я узнаю, блядь, из группы, ну, грубо говоря, из газеты. Вот вы прикиньте, ну, ты директор компании, нахуй, какой-то, ты такой кайфуешь, читаешь газетку, а там пишет то, что у тебя уволился человек, и он всем, кстати, советует закрыть, нахуй, этот сервак. Не узнаешь это, когда переговариваю, у вас переговоры, ну, у вас там бизнес, да, вы в какой-нибудь корпорации собираетесь, сидите, говорите, что вам дальше делать. Нет, ты об этом узнаешь из газеты, блядь. Значит, объясняю изначально ситуацию с моей точки зрения, а потом уже я вам объясню комментарии. Значит, переходим в Payne. Смотрите, я самый крутой в мире изобретатель идей серверов, да, ну, то есть, может быть, не самый крутой в мире, но довольно успешный изобретатель идей для серверов. При этом сервера, которые не имеют альтернатив или не имели на момент создания. Вот. Один из этих серверов это GP, да, то есть GP, то есть город подписчиков, то есть full RP сервер, как, я тут напишу, ну, типа, ну, как сам, допустим, да, там. Типа, San Andreas Multiplayer. Значит, что я делаю обычно? Я нахожу всегда разработчиков очень тщательно, потому что однажды меня разработчики кинули. На 5MC был у нас сервак 5MC. Мне на протяжении полугода говорили о том, что сервер выходит в ноль, он вообще не зарабатывает. Как только мы ушли с 5MC и открыли свой SP Mini без 5MC, там было, блядь, дохуен по сравнению с тем, что они мне говорили. Я делаю обычно очень такие, очень придирчивые отборы. Желательно, чтобы это был не рандомный человек, а реально кто-то из подписчиков, кто горит моими идеями. И один из таких был Хоуп. Значит, смотрите, вот я фиксирую. Вот это вот я, да, я нахожу Хоупа. Вот он, вот, ну, мы его отметим буковкой H. Я его нахожу. Мы делаем в полтора года или, ну, короче, в прошлом году, даже не в 2020, а в 2019, мы делаем первую альфа-версию. Она что-то работает-работает и потом загнивает у ГП сервера. И все, она больше не развивается. Что дальше происходит? Проходит некоторое время, я обиделся на Хоупа. Объясняю почему, потому что Хоуп меня просто перестал держать в курсе. Он все просто перестал разрабатывать и такой сидит. И просидел так три месяца или даже, или полгода, я не помню. Потом Хоуп написал, говорит, алло, чувак, я возвращаюсь, извини, там все нормально. Я доверился, я ему говорю, типа, Хоуп, я не буду тебе верить, потому что ты меня подвел один раз. Ты мне покажи что-то рабочее, тогда мы, может быть, с тобой начнем работать. Хоуп мне показывает, вы тогда, по-моему, даже были на стримах. Я охуел прописки у домов, то, что тебя могут тянуть наручниками. Я охуел от того, как это разработано. Мы начинаем запускать альфа-версию. Все нормально, да, вот до сих пор на ней люди играют. И, значит, там происходит один момент. Я только в тот день, когда уже запущен был альфа-тест, я узнаю, что существует Дмитрий. Я до этого его видел, но я не придавал ему особого значения. Я не знал никто это. Мне Хоуп про него не рассказывал. Ну, мы его отмечаем, ну, Дмитрием, да, буква Д. Оказывается, я нанимаю Хоупа, а Хоуп нанимает Дмитрия, блядь. Я о существовании Дмитрия этого до какого-то времени просто не знал, блядь. Я нанял Хоупа. Я общался только с Хоупом. Хоуп мне рассказывал про обновления. Хоуп мне скидывал видео. Хоуп мне предоставлял отчеты. Хоть есть этот Дмитрий, хоть нету. Мне похую, по сути. Ну, типа, какая мне разница на Дмитрия, если я нанял Хоупа, мы с Хоупом договорились обо всем, как это все будет работать. Я давал всякие идеи, говорил, как это надо сделать и все такое. Мне поебать абсолютно на существование Дмитрия. Но дело в том, что когда я начал орать, то, что господа игроки сервера делают неправильно, очень медленно развиваются, мне начал писать Дмитрий о том, что я совсем охуел, о том, что я обсираю своих подписчиков. И то, что он сейчас уйдет, а у него... Ну, то есть, я рассчитал это как угроза, потому что он говорит, у меня очень сложный код. Если я уйду, его никто не распутает, блядь. А я сейчас собираюсь уходить. Я думаю, ты либо сейчас денег у меня хочешь попросить побольше, либо ты мне угрожаешь просто так. Вы помните, скорее всего, эту историю. Это была история, она там два дня шла. Вот. В итоге мы с ним поболтали. В итоге я с Хоупом поболтал. Хоуп поболтал с этим Дмитрием. И я вообще узнал о существовании этого Дмитрия, блядь. В итоге я заподозил просто маленькую вещь в тот момент. Какого хера администратор, чья работа создавать плагины, заступается за игроков? Что не его дело вообще. Я знаю, как развивать проект. У меня есть видение, этот проект, твое дело разрабатывать плагины. Зачем ты заступаешься за игроков? Зачем ты с ними вообще общаешься? Сидишь, ну, потом, как я узнал, он с ними в Дискорде, блядь, сидит, болтает. Это не его дело. Ну, по моему мнению, у каждого человека есть своя роль, своя работа. Его дело, блядь, разрабатывать плагины, а не сидеть общаться с людьми. Общаться с людьми должен либо я, либо Хоуп. Он разработчик, блядь. Его наняли для этого. Короче, что дальше происходит? Он пообщался чуть-чуть зачем-то с этим Дмитрием. И Дмитрий мне говорит, точнее, Дмитрий ему говорит то, что хочет уйти. Внимание, этот Дмитрий говорит не мне то, что он хочет уйти с разработки сервера. Он говорит не Хоупу, который его нанял о том, что он хочет уйти с разработки сервера. Он говорит это игрокам. Нахуя? Зачем, блядь? Короче, по центре, он не скидывает, блядь, вот это. Тут пизде... Вы понимаете? Ему настолько нехуй делать, что он вот такую вот поэму пишет не мне, не Хоупу, а просто людям, играющим на сервере, блядь. Я, естественно, как самый нормальный, блядь, человек, самый адекватный выход, это пойти спросить у Хоупа, что за хуйня происходит. Типа, чё за поебота? Почему твой, как бы, ну, человек, которого ты нанял, выебывается и рассказывает о том, что все... Ну, я прочитал первые сообщения, то, что, типа, ебать, этому серверу немного осталось, он не доживет. Блядь, если бы он не дожил, мы бы не разрабатывали его два с половиной года, мы бы не мечтали о том, чтобы запустить этот проект. Этот бы проект не был бы таким новым, нахуй, и инновационным. Туда бы, блядь, не покупали бы у меня тысячи спонсоров для того, чтобы туда зайти. Если бы этому серверу бы оставалось немного. Сервер только начинает развиваться. Вы видите, блядь, я захожу каждый стрим, я охуеваю. Туда приходит, блядь, гусьмусь, мне проводят каждый, ну, раз в неделю, как минимум, до этого, до того, как я сам туда приходил. Он проводил экскурсии каждую неделю, по часу экскурсии шли. Неужели сервер умирает, если раз в неделю, блядь, там по часу экскурсии идут? А иногда, нахуй, и по две экскурсии в неделю. Иногда через день экскурсии проходили. Вот. Короче, ну, то, что гусь сейчас ушел, это меня, короче, на данный момент это меня не касается. Короче, дальше, что происходит? Хоуп с ним поболтал, и Хоуп говорит то, что, типа, вот это, по-моему. С тобой я полностью согласен, значит, того, что он сейчас свой нос куда не надо. Просто давайте сейчас панику, ну, у игроков. Я не знаю, просто делает из пустяка, блядь, так его раздает, что пиздец. Я с ним, может быть, поговорю в скором времени. И, если что, ну, замена, ну, не проблематично будет найти ему замену. Ну, вы поняли, там чисто, блядь, минуту идет. И потом, самое главное сообщение, все нормально, я поговорил с ним, просто он поторопился с выводами. Я подумаю, ну, все закрыто, значит, хики нормально. Проходит неделю, и я узнаю из поста в группе то, что он уволился. У меня с этой ситуацией со всей гори. То есть, сначала он мне угрожал, он вообще откуда ни возьмись появился, да? Потом он мне угрожал, что он уйдет. Потом он не ушел. Потом он второй раз угрожал, что он не уйдет, и не ушел. И потом он ушел, блядь. И я, естественно, срываюсь об этом. Я пишу в Телеграме о том, что, типа, под Сантре, это пиздец. Я планирую, типа, на него быкануть на стриме, рассказать вам эту историю, которая меня, ну, реально взбесила. И на что на меня начинаются хейтерские комментарии, блядь, там такая дискуссия. Значит, ну, начнем вот отсюда. Тут непрочитанные сообщения. Значит, первое, что мне пишут, это пиздец, ты даун ебучий, чел три месяца подряд, за 3к в месяц работал, пахал как черт, ебаный. Вы ему 9к заплатили, но это пиздец. Значит, рассказываю. Я понятия не имею, что ему там рассказал Хоу. Может быть, Хоу потом придет и расскажет, что он ему наобещал. Но дело в том, что я договариваюсь с каждым администратором о том, что, чувак, мне не надо такая разработка, что я тебе заплатил, ты разработал и ушел куда-то. Потому что потом в твоем коде никто не разберется. Я всегда предлагаю такую ситуацию. Ты сейчас разрабатываешь, мы вместе работаем с тобой бесплатно. И когда мы запускаем сервак, ты получаешь постоянную долю. И у тебя при этом есть пожизненная работа, как бы, пока и работает сервак. Ты работаешь и получаешь постоянно зарплату. И фиксишь иногда, что ты там делаешь. Мы с Хоупом так договорились 2 года назад, блядь. Я не обещал, во-первых, почему я даун ебаный, если я даже не знал о существовании этого Дмитрия. И в особенности о том, что я его какого-то хуя должен платить деньги. Я вам больше скажу, я платил деньги. Мы договорились, что я их не буду платить. Но я их платил за аренду хостинга. У меня не было условий о том, что мне Хоуп не писал о том, что привет, слушай, ты не хочешь нам дать денег? Нет. Он мне приходил и писал, дай за машины, за хостинг. Сейчас, подождите. А потом приходят люди сервера, которые общались с этим хики, который этот хики рассказывал свои потрясающие истории, блядь. О том, что кто кому там что не платит, блядь, и кто кому должен. Меня это бесит, блядь. Это не... Ну, во-первых, какого хуя администратор общается с людьми? Ну, вообще, мне не очень понятно, зачем администратору общаться с людьми? Его работа делает, да? А во-вторых, какого хуя администратор общается с людьми по поводу того, сколько он зарабатывает? Меня это вообще бесит. Есть, блядь, ну, корпоративная этика. Корпоративная этика заключается в том, что ты не особо должен рассказывать, сколько ты получаешь, да? А во-вторых, ты не особо, блядь, вообще должен рассказывать о том, что ты чем-то недоволен. Вот у меня, блядь, друг в Яндексе работает. Он мне лично в дружеском диалоге, у него корпоративная этика, он мне в дружеском диалоге... Я говорю, ну, обосли Яндекс как-нибудь. Он говорит, нет, у меня либо хорошо, либо никак. Если ты где-то работаешь, ну, по моему мнению, ты так и должен говорить. Ты должен говорить либо хорошо, либо никак. Я так чуть даже не уволил с вице-президентства, потому что какого хуя ты работаешь вице-президентом, и при этом ты недоволен сервером, не пойти бы ли тебе нахуй. Ну, у меня такое положение, и я, блядь, спойлер, во взрослой жизни, во многих компаниях, в которых вы будете работать, вы должны будете говорить либо хорошо, либо никак. Блядь, ты заходишь на проект, альтернатив которому нету в мире, блядь, мы создаем, по сути, блядь, абсолютно новый сервер, абсолютно новую нишу. И тебя интересует не ролеплей, да даже не та же самая кипячение воды для того, чтобы не отравиться. Тебя интересует общение с администратором, который тебе рассказывает, блядь, как ему плохо платят. Меня бесит, когда администратор сервера говорит о том, что, ну, я бы закрыл этот сервер. Игроки, сука, покупали спонсорки, давали мне, блядь, по 100 рублей свои для того, чтобы играть на этом сервере. Они заходят на этот сервер, у них должно быть прекрасное настроение. Они заходят, заходят в дискорд с администратором, и администратор говорит, ребята, я хочу идти, я не вижу будущего этого проекта. Вообще, я бы его закрыл. Я получаю 3000 рублей в месяц. Меня наебывает пятерка. Какого хуя работник компании говорит о том, что директор компании хуйня, всю компанию надо закрыть, о том, что работник недоволен работать в этой компании, тогда съеби и не работай в этой компании. Ты зачем клиентам компании рассказываешь о том, что компания хуйня? Это, блядь, так нигде не бывает. В салоне BMW, ты когда приходишь покупать BMW, тебе не говорят, слушай, братуха, ну, вообще, машины ломаются каждую неделю. Перейди через дорогу, купи Fiat, блядь. Этого сотрудника уволят нахуй. Это идиот, блядь. И он сидел, ладно бы он, ну, теоретически, дезрекламу делал тем людям, которые еще заходят, да? Ну, иногда такое бывает. То есть, на ИСП я так и делаю. Некоторые люди, которые сомневаются, я им говорю, ребята, лучше пока не заходите, а потом, когда поймете, тогда и зайдете, да? Или не зайдете. Ну, если вы еще в раздумьях, лучше подумайте, проходка слишком большая. Вот, ладно бы, он еще так делал. Но нет, блядь. Он это делал людям, которые уже дали деньги, уже зашли. Они готовы получать удовольствие. Они заходят в Дискорд и администратор им. Ребята, блядь, сервер надо закрывать. У него нету будущего. Ну да, нету будущего. А то, блядь, именно поэтому тысяча человек на него, блядь, вайтлисте зашли. Именно поэтому этот сервер разрабатывается. Именно поэтому нарезки с обзором этого сервера, блядь, собирают большие просмотры. Именно поэтому, когда я иду с гусем-музем, блядь, смотреть на этот сервер, у меня на тысячу больше зрителей появляется. Конечно, сервер, блядь, в хуйню превращается. Да, блядь, как кодер, как кодер, вполне возможно, он реально кайфовый чел. Но дело в том, что если кто-то из админов, ну, каких-то серверов, если вы его возьмете на работу, блядь, перекрывайте ему нахуй контакты к людям. Он людей, во-первых, повернул против меня, а во-вторых, некоторые люди, я уверен, сервера ушли из-за него. Потому что он делал дезрекламу этому серверу. Я еще думаю, иногда, ну, опять же, может быть, этот, блядь, сейчас, я вижу на сервере, может быть, это не так, но я иду по серверу и вижу уже построенное здание и спрашиваю гусемузя. Гусемуся, почему, ну, в построенном здании ничего не происходит? Помните, два или три таких здания было. Вот. Он говорит, да, ушел, ушел человек. Я думал, ну, каким образом человек такое крутое здание построил, каким образом у него может появиться желание уйти, если он только у него начинается крутой бизнес. А сейчас я понимаю, у тебя может появиться уйти желание, если, блядь, тебе администратор сервера говорит о том, что у проекта нет будущего, давайте съебывать, давайте уходить и все такое. Либо он просто не понимает корпоративную этику, либо он, ну, чуть-чуть с ебанцой, потому что он одну неделю уходит, другой не уходит. Жалуется не тем, кто его нанял, а жалуется игрокам. Какого еще хуя ты болтаешь с игроками? Я об этом я с Хоупом разговаривал с самого первого дня, когда узнал о том, что есть этот Хики, я у него спросил, какого хуя он общается с игроками, блядь. Это не его работа, его работа плагины писать. Пацаны, внимание, спойлер. Самые богатые владельцы серверов, это владельцы серверов по GTA RP. Мы делаем альтернативу GTA RP. Это чел, если бы закончил бы этот проект, я вас уверяю, это, ну, на самом деле, я предполагаю то, что это будет, ну, во-первых, финансовый разъеб, во-вторых, это будет разъеб всех серверов. Все будут у нас играть. Он бы мог вообще не париться в свои 17-18 лет, он бы мог бы не париться о финансах вообще. То есть он бы закончил бы этот проект. Он, ну, из-за того, что у него, блядь, какие-то перепады, как будто, ну, я бы еще поверил, если бы, ну, если бы ему было либо 14, либо он был бы девочкой, и у него был бы, ну, цикл месячный. И настроение портилось бы раз в месяц, он бы такой, а, уйду. Я бы, блядь, понял, я бы даже бы, ну, как бы, я понимаю то, что такое бывает, и я, как директор компании, бы сказал тебе, что, окей, давай перетерпим этот момент и обдумаем его, когда у тебя все будет хорошо. Но, ну, он реально какой-то, ну, реально странный чел. Мне, ну, в 17 лет, это уже, тем более, с его складом ума, он гений. Он пишет такие плагины, которые я, я не верил, что такое возможно сделать. Ну, карта, которая твое лицо сама рисует, это как возможно, блядь? Я понимаю, человек может нарисовать твое лицо, но плагин, который откуда-то берет скрин твоего лица из Майнкрафта и вставляет его на карту, пишет твое имя, фамилию на сервере, адрес твоей прописки, он ебаный гений. Но, с другой стороны, ну, такая хуйня такую несет. Ну, и все, короче, по центру, я не уверен, что я хочу разбирать комментарии, я реально хотел наскринить, меня тут реально булили. И, вот, а басать за что? За то, что он тебе 40 плюс плагинов для ГП написал? За то, что он терпел то, что творят игроки ГП? Не говорю про его ЗП. Реально крут, крутой. Да, конечно, зачем человеку спасибо говорить за его труд? Лучше обосрать. Объясняю по пунктам, блядь. Обосрать за что? Обосрал за что? Есть. Вот, за то, что он тебе 40 плагинов написал? Спасибо. Но у всего есть своя цена. Когда тебе пишут эти 40 плагинов, а потом говорят, слушай, я уйду, и у меня спагетти-код, никто его не расшифрует, вам придется все заново делать. Пока. Это угроза, блядь. Это угроза, сука. Ну, представьте меня на своем месте. Человек, у тебя, у тебя уже оформила, ну, у меня на тот момент набралось тысяча спонсоров. То есть, там по 100 рублей, да, там некоторые по 250. Тысяча человек хотят зайти на этот сервер. И тут он говорит, я сейчас уйду, вы не разгадаете мой код, все, 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 я ухожу, я ухожу. Какая моя ситуация? В итоге наебщик-то я, мне люди за спонсорку закинули, наебщик я получается.